В данном случае для окрашивания я выбрала хно Эка Бьюти. Самую пигментированную хно, которая на данный момент присутствует на мировом рынке, это марокканская хна. Время ее выдержки идет от 5 до 15 минут. Это максимальное время выдержки. Ее требуется совсем небольшое количество. Переворачиваем бутылочку, нажимаем на силиконовый аппликатор, одно нажатие, одна доза хны. Для того, чтобы использовать хно, нужно добавить небольшое количество минерального раствора Эка Бьюти для смешивания с хной. Хна идет в порошковом виде, таким образом она хранится максимально долго и при необходимости использования мы разводим ее при помощи минерального раствора. Силу отсутствия минерального раствора можно развести дистиллированной водой, но минеральный раствор всегда дает более интенсивное окрашивание. Для данного типа окрашивания в хну я добавлю 3 капли минерального раствора Эка Бьюти для того, чтобы получить консистенцию соуса. Такая консистенция позволит мне достаточно плотно окрасить кожу, но не получить гипертатуажный эффект. Хна будет выглядеть естественно и натурально, даже на светлой и средней коже. Для окрашивания хной я буду использовать кисть номер 16. Эта кисть представлена в двух дизайнах. Это черное золото и деревянная классическая ручка. Кисточки черного золота на акриловой ручке, тем самым они лучше проходят все виды обработки. Либо же классический деревянный дизайн вы можете выбрать по вкусу. Ворцу кистей абсолютно одинаковый. Такая кисть прекрасно работает для окрашивания хной, а также красителем. Тщательно перемешиваю хну до однородной консистенции, чтобы у меня нигде не было каких-то комочков или образований. И начинаю наносить хну с наивысшей точки брови. Таким образом мы получаем самую темную зону именно здесь. Автоматически получаю эффект омбре на бровях. Первый слой я плотно нажимаю на кисть для того, чтобы прокрасить все зоны кожи, чтобы хна хорошо прошла в зону волосков. Прорисовываю брови при помощи штриховых таких движений, создавая максимально четкие линии. От того, насколько однородно вы нанесете продукт, будет зависеть степень вашего окрашивания. В данном случае, чтобы не получить сверх плотного окрашивания, я буду выдерживать всего 7 минут. Во время всего нанесения я буду хну поправлять, не зацикливаясь на одной брови. Нанесла наивысшую точку и на кончик, и перехожу на вторую бровку. Сразу же так же наношу. Легкими штриховыми движениями. Не выходим за контур бров пасты. Мы уже проконсультировались с клиентом, убедились, что ему форма будет максимально комфортна. И прорисовывая все при помощи таких штриховых линий. Важно, чтобы контуры хны были максимально четкими. Если вы видите, что вы вышли за контур, старайтесь удалить хну с бров пасты, пока хна еще влажная. Хна Эко-Бьюти не требует высыхания, либо же наслаивания. Она работает в один слой. Ее можно смыть и до момента высыхания. Мы выдерживаем лишь по времени. Она очень высоко пигментирована. Я прорисовываю четкие линии. Прохожусь. Постепенно иду к основанию брови. Для того, чтобы поддерживать абсолютно четкую форму, я кистью с бров пастой постоянно поправляю контур, чтобы линии брови были максимально четкими. Постепенно двигаюсь к основанию. Это очень важно, двигаться такими штриховыми линиями, чтобы нанесение хны у вас было максимально естественным. Но в то же время соблюдайте четкие контуры. От того, насколько аккуратно вы будете наносить хну, будет зависеть в будущем ваше окрашивание. Если вы видите, что у вас все еще дрожат руки, когда вы начинаете прорисовывать брови, то вы начинаете наносить хну на бумагу. Рисуйте себе лица, рисуйте себе брови и старайтесь нарисовать четкую форму брови на бумаге хной. Это поможет вам тренироваться на первоначальном этапе. Постепенно иду к основанию. На основаниях хну я наношу не более чем на одну минуту. Проверяю четкость всех границ и в самую последнюю очередь буду наносить хну в основание. Но обратите внимание, здесь у меня нет какой-то четкой оборванной линии. Я всегда иду штрихами. В основание наношу меньшее количество хны. Еще раз повторюсь, не требует хна Экобьюти высыхания. Поэтому вы смываете строго по времени. В данном случае я работаю консистенцией соус, наслаивая ее плотнее, особенно в тех зонах, в которых мне хочется получить более плотного результата. От равномерности намесения хны результат также зависит. Обратите внимание на то, что все контуры у меня максимально четкие, максимально графичные. Постепенно иду к основанию. И уже завершающие штрихи буквально на одну минуту я наношу самое начало бровей, хну в небольшом количестве. Хна на натуральных экстрактах, поэтому она во время снятия будет немножко проявляться. Будьте готовы, вы и ваш клиент, к тому, что первые 5-10 минут хна не будет того цвета, которого бы вы желали. Она будет чуть более интенсивная. Цвет может проявляться в зеленую или оранжевую сторону. Предупредите об этом клиента. Чтобы хна проявилась полностью, нужно подождать 5-10 минут. Как раз мы будем делать коррекцию, и хна полностью проявится. Я прорисовала максимально четкую форму, закончила работать с основанием и не буду выдерживать. Я сразу же сейчас приступлю к тому, чтобы снимать хну. Для снятия хны я беру масло Glossy Gold, которое позволит максимально интенсивно проявить всю насыщенность хны. Преимущество хны в том, что она более устойчива, чем краска. Масло Glossy Gold разработано мною специально для роста бровей и ресниц, а также для снятия хны. Обратите внимание, я несколько раз нажимаю на дозатор, специальный удобный дозатор, который позволяет мне достаточное количество масла сразу нанести на ватный диск, и приступаю к снятию. Масло фиксирует интенсивность хны. Если вы проведете эксперимент, и снимете одну бровь маслом, а вторую водой, вы увидите, что масло даст вам гораздо более яркий результат. И сейчас я маслом смываю первую корочку, первый слой хны. При снятии масла я вижу, что хна взялась достаточно интенсивно. Если же мне хочется более нежного и натурального эффекта, то дополнительно я могу воспользоваться водой. Если мы видим, что хна взялась недостаточно ярко, можно смывать только маслом. Но я предпочитаю всегда первый слой смывать маслом, и следующий слой уже смывать водой. Теперь я беру воду и ватным диском с водой начинаю смывать. Сейчас вы увидите, насколько бровь станет светлее, ту, которую я смываю водой. Цвет будет желтоватым или зеленоватым, в зависимости от пигментации кожи. Он проявится чуть позже. Обратите внимание, насколько светлее стала сразу же хна. И преимущество хны в том, что вы можете смыть ее до той насыщенности, которая будет вам комфортна. То есть чем дольше вы будете тереть хну водой, тем сильнее вы будете смывать цвет. Я хочу получить достаточно естественный оттенок. Он у меня проявится, станет на 2-3 тонны темнее. Сейчас он такой желтоватый. Но он станет серо-каличневым уже в течение следующих 5 минут. Субтитры сделал DimaTorzok